Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами обсудим новость, которую, на мой взгляд, должны узнать все и при этом как можно скорее. Поэтому у меня просьба поделиться этим роликом со своими друзьями или знакомыми, которые играют в World of Tanks. Им будет эта информация полезна. Кроме того, вот вам традиционно показывают двух победителей по 1000 игровых золота, и чуть позже увидите условия, на которых я раздаю голду именно под этим видео. Ну а теперь переходим к самой сути новости. Итак, ребят, вчера на официальном портале World of Tanks вышла новость о том, какими будут машины в патче 1.0.2. И у многих вызвало диссонанс то, что на сайте было написано одно, а по факту в общем тесте мы видим совершенно другие цифры. То есть мы тестировали совершенно другой объект 277. Но я сначала подумал, ну мало ли там в новости, у нас всегда те, кто сайт делают для Wargaming, они там могут накосячить, какую-нибудь старую информацию вставить. Бывали случаи, что информация на официальном сайте не всегда соответствовала тому, что есть на самом деле. Я конкретных примеров вспомнить не могу, но это и не важно. Важно то, что по этой информации объект 277 выйдет уже понерфленным на основу, то есть не тот, который мы тестировали. И ребят, мне вчера во время стрима очень многие начали по этому поводу бомбить. Я не разобрался на тот момент в ситуации, сказал, я разберусь и расскажу свое мнение. Ребят, разобрался, рассказываю. Итак, объект 277 понерфили. Реально, он выйдет в понерфленном виде на основу, вот уже которая будет 12 июня. То есть через 3 дня, а для вас это через 2 дня после того, даже через 2 суток я бы даже сказал. После того, как я выпущу этот ролик, потому что я его не в тот момент, как запишу, выпущу. Итак, ребят, пробитие голдовым снарядом уменьшено с 350 до 340 миллиметров. Это не вообще пофигу. Вот серьезно, 340-350 это все равно очень хорошее пробитие. Расскажите об этом плохом пробитии ИСУ-7, у которого такой же снаряд с такой же альфой только пробивает 303. А здесь 340, тот же самый подкалибер. Так что здесь я проблем не вижу. 340-350 плюс-минус там, ну понерфили и понерфили, бог с ним. Это не страшно. Разброс на 100 метров увеличен с 0.35 до 0.38. На самом деле вот здесь вот начинаются маленькие проблемы, но из-за которых я бомбить не хочу. Почему я считаю, что это, ну, плохой нерв? Потому что если ИС-7, например, или там какой-нибудь 705-й или ВК-шка с плохими... У ИС-7 0.4 разброс на 100 метров, понимаете, да? А здесь сделали 0.38, был 0.35. Но все-таки это более бронированные танки с большим количеством ХП и они играют на более близкой дистанции. А 277-й это скорее такой полутяж полу-СТ, каким и был-то 10-й. Он не играет в лоб, он играет немножечко от дистанции и ему точность нужна больше, чем ИС-7. Ну ладно, это все равно лучше, чем ИС-7 и это не критично. Но решили так изменить, ну решили, ладно. Но запомните, мне не нравится разброс на 100 метров, то что изменили, я объясню подальше почему. Следующее, вообще для меня самое отвратительное, что сделали, это изменили время сведения с 2.5 до 2.7 секунд. Казалось бы, 0.2 секунды, да что там такое? У ИС-7, например, 2.9. Ничего, как-то играем, стреляем, опять же, ребят. ИС-7 может танковать башней. 2.7 тоже может танковать башней, но хуже. Поэтому ему долго под обстрелом с его рылким корпусом и слабыми местами на башне находиться не надо. Ему надо быстро свестись, выстрелить и откатиться. Он не играет на ближней дистанции, поэтому ему еще и точность нужна. Мы про это запомним. Скорострельность орудия уменьшена с 5.22 до 4.8. Это достигается тем, что время перезарядки в стоке ему увеличили с 11 секунд до 12.5. Ну, то есть полторы секунды перезарядка. Вот это здравый нерв, потому что, ну, реально у него ДПМ такой был хороший. Сейчас ДПМ резко снизится. И вот это те параметры, которыми его можно нервить. С этим я соглашусь. Это можно было сделать. Ну и, наконец, скорость поворота башни увеличена с 26 до 27 градусов. Все, на этом нерв заканчивается танка. И, ребят, может быть и хорошо, что его таким выпустят сразу на основу, не имбовым. Потому что, ну, как, мало людей его потрогало, мало людей на нем поиграло. И, в конце концов, на общем тесте разработчики нам ничем не обязаны. Правильно? Ну, в целом-то правильно. Вот только на основе данных с общего теста все начали выкачивать эту машину. Вкачивать серебро, вкачивать премиум аккаунты, покупать, чтобы быстрее вкачать, бусты и так далее. И качали они именно 277, который на протяжении уже практически полумесяца тестируется именно с теми характеристиками, которые сейчас есть на общем тесте. Ну, и это не совсем справедливо по отношению к этим людям. Ну, и, конечно же, и предъявить нам нечего, потому что, ну, это общий тест, здесь все может поменяться. Знаете, за что я хочу предъявить? Вот реально, что меня реально бесит. То, что тестируем мы уже до хрена времени. И объект 277-й, было ясно, что он МБА еще после первого теста. После этого ему изменили критуемость внутренних модулей, сделали их меньше и передвинули немножко в другие места. И он заиграл лучше. Но какого лешего, не протестировав нерв этого танка, а это реальный нерв, его сразу выпускают на основу? Почему не проверить на общем тесте, как он с этими характеристиками будет играться? Может быть, я окажусь прав, и игроки взвоют от этого долгого сведения и плохой точности. Может быть, это действительно тот ключевой момент, который делал этот танк очень приятным и интересным. Я не смогу ответить на этот вопрос, как этот нерв повлияет на игру на этом танке. На мой взгляд, он все равно останется хорошим. Просто хуже, чем был. Но, ребят, разработчики не могут вот так вот основываться, как я, ну примерно на опыте. Потому что они выпускают танк на основу. А для чего тогда общий тест нужен? Почему нельзя взять и на общем тесте протестировать эти изменения? Почему их нужно сразу выпускать на основу? Вот от этого у меня реально бомбит. Не от изменений, не от нерфа танка, а от того, как это произошло. Не спросили, не проверили и получили. Я не знаю, каким станет танк на основе, поэтому я на данный момент не могу рекомендовать его к прокачке. На этом у меня на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайки и до скорых встреч. Я в конце ролика хочу уточнить еще один момент. Я сейчас зашел на общий тест, и на общем тесте он все еще не понерфленный. А через два дня патч. Понимаете, почему я бомблю? Вот теперь пока.